Еще один выпускник Центра Спасова сорвался, и снова та же история, снова, будь она не ладно, это семейственность, у меня жена, дети, родители, мне срочно нужно им помогать, срочно содержать и так далее и тому подобное. В таких условиях человек отказывается от правды о себе, в таких условиях, которые, к сожалению, зачастую выгодны родственникам, но удобны родственникам, родственники с удовольствием в это включаются и поддерживают это, а это нездоровое стремление. Не может человек, которому вырезали аппендикс, в ближайшее время копать грядки и приколачивать полки, и зависимый, болезнь которого связана с инфантильностью, безответственностью, с тем, что он годами учился избегать ответственности, не может нести ответственности за семью в ближайшее, ну там, первое время выздоровления. И опыт, вот уже практика очевидно показывает, что когда человек в начале своего выздоровления после реабилитации включается в то, чтобы играть роль отца, мужа, сына, там, внука, который помогает, они срываются. И ровно обратная история с теми, кто поставили в приоритет свое выздоровление, кто признают свою болезнь и понимают, что я сейчас не могу пока нести ответственность за семью, мне пока нужно научиться нести ответственность за самого себя. Эти люди делают шаги, ходят на группы, служат в сообществе, учатся, учатся пока только нести ответственность за себя и первым делом выздоравливать, потому что нужно сначала восстановиться для того, чтобы и научиться малой ответственности, для того, чтобы впоследствии нести ответственность за что-то большее, в том числе за семью. В реабилитации нет возможности пока еще глубоко проработать эти вещи, через голову просто пока не доходит, потому что еще не готов человек многие глубокие вещи понимать. Мы им об этом говорим, но через голову для зависимых слабо доходит. И многие, выйдя, испытывая это патологическое чувство стыда и вины, которое годами у них копилось и разъедало их изнутри, хотя, может, многим родственникам кажется, что у них нет ни стыда, ни вины. На самом деле это не так. Вот это чувство стыда тянет их срочно перестать быть наркоманом, алкоголиком, игроманом, которым они устали быть. Срочно внешне восстановить свой социальный статус. И последствия этого всегда печальны, потому что такой человек неизбежно внутренне отрицает свою болезнь. То есть он не хочет ее, он не согласен с этим, он срочно хочет вот забыть об этом. И в какой-то момент эти вещи вступают в диссонанс внутри, человек не понимает, зачем ему посещать группу. Ну, он вроде бы признает, он слышал, умом как бы слышал, но он перестает это делать, потому что он живет так, как будто он независимый. И это приводит, естественно, к срыву, потому что это хроническое заболевание. Большая просьба к родственникам, не поддерживайте это нездоровое стремление.